Примета пятницы, господа, это культ посевы с Аликом Каном, который теперь передается не только в звуке, но еще и в картинке. С разных сторон нам освещают разные телекамеры. Алик, приветствую вас. Добрый вечер, Север. Мы в прошлую пятницу начали с номинаций на оскаровские фильмы и, в общем, начали с британских двух. Но там ведь еще есть, надо бы и об этих рассказать. Ну, обо всех мы не расскажем, но есть смысл рассказать еще о двух фильмах. Если вот на прошлый раз, я помню, мы говорили о двух британских фильмах и обнаружили между ними разительное сходство. Оба они были реальные истории о реальных живых людях. И оба были британские ученые. И вот два фильма, о которых я сегодня хочу рассказать, два фильма американских, это тоже два фильма о двух реальных жизненных историях, о двух реальных людях. Даже не только о людях. В одном там целая галерея реальных людей. И это тоже реальные истории. Хотя, в общем, ни тот, ни другой, ни об ученых. Первый фильм о военном. Фильм называется «Американский снайпер». Вот он является экранизацией вот этой вот книжки. Это документальная повесть, можно сказать, автобиография реального американского снайпера по имени Крис Кайл. Человек воевал в Ираке, в Иракской войне на протяжении десяти лет. Ну, не сплошняком, а приезжал, уезжал. И, будучи великолепным снайпером, он сумел уничтожить около двухсот иракских повстанцев. Невероятный патриот. Когда его спрашивали, вот как вы вообще, около двухсот человек вы отправили на тот свет, у вас как бы... Ничего не шевелится. Ничего не шевелится. Он с гордостью говорил, единственное, что меня тревожит, что я не убил больше, чтобы защитить своих товарищей. Но, тем не менее, война, как и часто это бывает в американских фильмах, на него, конечно, оказало серьезное воздействие. Психика оказалась искореженной. С семьей все очень трудно. Он возвращается в Америку, с трудом находит себе место в новой жизни, помогает ветеранам. И уже там, в Америке, один из ветеранов, тот же человек с искореженной психикой, его убивает. Случайно или полуслучайно, никто толком не знает. Играет этого американского снайпера Брэдли Купер, очень популярный нынче актер. Вот он в этой роли, а поставил фильм, поставил фильм Клинт Иствуд. Вот это вот, пожалуй, в этой истории самое интересное. Вот Клинт Иствуд вместе с Брэдли Купером и исполнительницей главной женской роли Сиеной Миллер на премьере фильма в Нью-Йорке. Так вот, здесь очень важно место этого фильма в эволюции Клинта Иствуда. Мы все знаем, Клинт Иствуд сначала был грязный Гарри, потом был человек без имени. Он отстрелял много кинозлодеев. Да, детективные. А потом, ему сейчас 85 лет уже скоро будет, буквально через две недели. И вот лет 10-15 тому назад, лет 15, наверное, тому назад, он глубоко пошел в режиссуру. И что поразительно, фильмы его, чем дальше становятся, тем серьезнее, тем лучше, тем мощнее. Он дважды получал Оскара, как его фильмы получали Оскара, как лучшие картины. Уже человек там на пороге 80-летия это было. И еще что интересно, его фильмы, они стремятся вот к этой его теме американского патриотизма, американского консерватизма. Он консерватор. Но вместе с тем, нельзя сказать, что это такой вот тупой, плакатный консерватизм. Все равно, критика там есть. Но надо сказать, что вот в Голливуде американская война в Ираке по популярности не пользуется, конечно. А Клинтон свою позицию проявил все-таки не очень четко здесь, антивоенную. Так что, думаю, что это как раз ему помешает получить главные призы. Ну, а второй фильм, о котором я вам обещал рассказать, тоже основан на реальной истории. Он в центре его фигура двух братьев, двух родных братьев, двух борцов, олимпийских чемпионов по вольной борьбе. Дэйв и Марк Шульц. В 1984 году они получили золотые олимпийские медали. А затем случилось так, что к одному из них обратился американский миллиардер Джон Дюпон, выходец из одной из богатейших американских семей Дюпонов, у которого вдруг взбрела на ум фантазия стать меценатом сборной американской по вольной борьбе, выдвинуть ее на первое место. Он себя позиционировал, как выступал по телевидению, тренер он даже был. Все было хорошо, хотя сложности психологические там были. Но эти психологические сложности в конце концов привели к тому, что это, опять-таки, повторяю, реальная история, что Джон Дюпон, разозлившись на Дэйва Шульца, выстрелил в него и убил человека. Сел в тюрьму, и попытки его оправдать, ссылаться на то, что у него психическое заболевание ни к чему не привели, так в тюрьме он и скончался в 2010 году. И фильм этот, вот такая вот, видите, очень характерная картина одинокого этого Джона Дюпона в фильме. И что еще интересно, что главную роль играет Стив Кэрролл, актер комедийный, ужасно популярный. Может быть, вы видели фильмы типа «Сорокалетняя девственница», «Всемогущий Брюс». Такие какие-то фарсовые комедии, то, что называется слэпстик. А здесь у него трагическая, на самом деле, роль человека с изломанной психикой. И сыграл он ее блестяще. Он выдвинут на лучшую мужскую роль, и я не удивлюсь, если эту награду на Оскара он получит. Как говорится, знакомая песня. Да. Это рок-опера Томми, если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Это рок-опера Томми, группа «The Who», 1968 год. Сева, вы спросите, что же здесь нового? Да почему вдруг мы говорим об этой рок-опере сегодня в «Новостях культуры»? Дело в том, что только что по британскому телевидению прошел документальный фильм создания оперы Томми. Я посмотрел, знаете, захватывающее зрелище. Ну, особенности для людей, как мы с вами знаем эту историю. Но оказывается, вот интервью Пит Таунсен, Роджел Долтри, вскрыто так много новых фактов, так много новых интересных деталей, как опера создавалась. Как Пит Таунсен шел от простой песни, тогда доминировавшей, к созданию этой крупной формы. Как, в отличие от «Битлз» и «Бич Бойз», он хотел, чтобы эта рок-опера могла исполняться квартетом музыкантов на сцене. Как он впитал туда, внес туда элементы своей собственной биографии. Это песня «Fiddle About», начинается она с текстом «I'm your wicked uncle Ernie», «Я твой порочный дядюшка Эрни». Как известно, опера Томми повествует о слепо-глухонемом мальчике. И вот в этой песне к этому слепо-глухонемому мальчику пришел его дядюшка Эрни, который просто насилует мальчика. Это в этой песне Пит Таунсен пытался передать свой детский собственный опыт, когда он подвергался, или у него какие-то смутные воспоминания, что он подвергался сексуальному насилию со стороны своей бабушки. Для него это настолько тяжелое переживание, что он сам не мог написать эту песню. Он попросил написать ее басиста группы Джона Энтвиста, передал ему какой-то общий смысл. Ну, много можно рассказывать. Я могу, Галик, в вашем портрете кое-что добавить. Он же ведь жил в семье музыкантов. Пап, у него на саксофоне играл в оркестре «The Squadroners». Сквадронеры или эскадрильцы, это оркестр ВВС Британии, играли в Большом доме отдыха. И у моей английской подруги отец там же играл в оркестре. И она мне рассказывала, что из таунзенской избушки вечно доносились крики и разборки, потому что папа какие-то таблетки сиреневые принимал. Товарищи, с детства там все было непросто. Да, действительно, с детства там у таунзена очень интересная судьба. А вот эта вот песня, о которой мы сейчас закончим наш с вами разговор, «Pimble Wizard», «Волшебник бильярда». В конце концов, Томми, слепоглухонемой мальчик, становится невероятным кудесником настольного бильярда. Поначалу Пит Таунсон хотел сделать его рок-звездой, гитаристом. Но их друг сказал, что нет, будет гитарист, я вам не поставлю 5 баллов. Превратили его в игрока на бильярде, и опера получила 5 баллов, 5 звезд в рецензии «Гардион». Счастливо, до следующей недели, господа. Пока. Субтитры подогнал «Симон»